Всем привет! Мы добрались где-то до середины нашего подготовительного курса. Сегодня работаем с процессами. Учимся их отправлять в фоновый режим, возвращать обратно, сортировать, искать, останавливать, перезапускать и так далее. Презентация у нас в последнее время очень лаконичная. Итак, у нас тема 103.5 по LPIC-у «Работа с процессами в Linux». В этой теме LPIC просит нас разобрать, как я уже говорил, как мы можем создать, отследить и завершить процессы. Собственно, перечень задач вы видите в слайде. То, с чем мы будем сегодня работать, это вот эти понятия. Значит, у нас есть команды и, соответственно, такие понятия, как foreground и background, то есть фоновый режим, мы будем так говорить, активный режим. Есть такая команда nohub, то есть nohangupsingle, команда, которая позволяет нам оставлять процессы работающими даже при выходе пользователей системы. И огромное количество команд, которые нам позволяют, собственно, получить информацию о процессах и поуправлять ими. Все это сейчас будем смотреть на нашей Ubuntu. Начнем с простых вещей. Проще всего нам показывать их будет при помощи команды sleep. Вот такая команда sleep, которая просто устанавливает нам задержку на определенное время. То есть такая обычная команда, она нам обычно пригождается, если нужно выполнить какой-то скрипт, и компьютер должен немножко подождать. В частности, sleep, скажем, 1000 на 1000 секунд отправляет наш компьютер в такой режим сна. Я сейчас могу набирать все, что угодно, компьютер будет не реагировать. Чтобы, соответственно, прекратить компьютер вот эту вот команду sleep, нажимаем Ctrl-C, как и обычно, то есть компьютер прекратит спать. Когда мы набираем вот таким образом команду, она начинает работать в активном режиме в нашей консоли и тем самым занимает нашу консоль. Вы видели, я не мог ничего делать. Так как компьютеры у нас сейчас многозадачные, процессоры многозадачные, операционные системы многозадачные, мы можем какие-то процессы запускать в фоновом режиме. Например, мы можем сказать ему не просто sleep 1000, а в конец добавить еще через пробел знак амперсанта. Амперсант нам позволит выполнить этот процесс в фоновом режиме. Как только мы написали команду и пробел амперсанта, вы видите, сразу появилась информация о том, что у нас есть один процесс, который бежит у нас в фоновом режиме. Есть такая команда jobs. Она показывает выполняющиеся задачи, выполняющиеся процессы. И вот она нам показывает, что у нас есть одна выполняющаяся задача, sleep на 1000 секунд. Мы можем сказать, что давай-ка еще один sleep запустим в фоновом режиме. Вы сами понимаете, что действий никакого практического в этом нет. Это просто нам демонстрирует то, как работают процессы. И у нас появился второй процесс, который работает в фоновом режиме. И у этого процессора есть другой уже ID. Точно так же можем джобсами посмотреть. Вот у нас уже два процесса. Первый и второй. Они там где-то выполняются. Чтобы мы могли начать взаимодействовать с этими процессами. Например, мы запустили какой-то скрипт, какую-то долгую команду. Например, установку какого-нибудь пакета или обновление системы. Если мы запускаем обновление системы, у нас консоль занята, собственно, этим обновлением. И поэтому в этот момент мы работать не можем. Чтобы запустить эту задачу в фоновом режиме, мы выполняем обновление с этим знаком оперсанта. И чтобы периодически поглядывать все, что там происходит, мы пишем FG, то есть foreground по слайду. И номер процесса из jobs. То есть нам не нужен PID, вот этот длинный четырехзначный. Достаточно циферки единичка, например. И вот я оказываюсь в этом процессе sleep 1000. И вот я в нем опять ничего не могу делать. Соответственно, могу его снова остановить командой CTRL Z. И теперь у меня эта задача будет остановлена. То есть если я напишу jobs, вы видите то, что первый sleep, в который я заходил, он у меня остановлен. А второй продолжает выполняться. Могу сказать то, что давайте все-таки запустим этот процесс в фоновом режиме. Теперь я использую команду bag. Это была FG, foreground, то есть активный режим. А это команда bg, background. И тоже пишем первый процесс. Номер процесса мы можем посмотреть через команду jobs. bg1. И снова смотрим jobs. И видим теперь то, что у нас оба процесса выполняются. Вот они. Краткий итог. Значит, у нас есть команда jobs, показывающая выполняемые процессы. И команды foreground и background, которые позволяют нам процессы отправить в фоновый режим и вернуть его обратно в активный режим. Эти процессы. Чистим экран. Есть хорошая команда ps. Будем идти по слайду. ps показывает нам snapshot текущих процессов. То есть текущее состояние по процессам она нам показывает. У нее есть огромное количество ключей. В частности, она используется такими ключами, как aux. Такое наиболее распространенное использование. a это all. User это users. То есть по всем пользователям все процессы. И x ключ, это который позволяет видеть даже те процессы, которые были запущены вне нашего терминала. То есть у нас какая-то многопользовательская среда. Или мы что-то запустили от суперпользователя, зачем мы вернулись в режим обычного пользователя. Вот этот вот aux нам позволяет посмотреть все процессы. И вот мы видим то, что у нас есть действительно рутовские процессы, еще половина ColorDemon, например, процессов. Вот такое вот огромное количество процессов у нас сейчас выполняется. И это snapshot. Вы видите, у него нет реального времени. Он нам показывает состояние системы, состояние процессов на тот момент, когда была выполнена команда. Тут, в частности, вот они внизу есть наши слипы. Видите? Они до сих пор бегут у нас в фоновом режиме. Кроме того, мы можем запускать, вы знаете, через pipeline команду, тот же самый psaux, но уже через значок вертикальной черты, в прошлый раз его проходили, grep команда отсортировать, по имени слип. И мы видим только два наших вот этих вот процесса, которые у нас, собственно, запущены. Можем убить процессы. И процессы убиваются командой kill, то есть остановка процесса, по его ID. Например, вот 25, 38. 25, 38. Снова проверяем. И видим, что процесс 25, 38, а именно слип 1000, уже уничтожен. То есть это такое завершение процесса, остановка процесса. Вополняется командой kill. Можем давайте позапускать еще несколько процессов, так смело. Где эти слипы там запускал? Ну, какое-нибудь безумное число. Секунд. Что бы просто было. Ну и хватит, наверное. Проверяем джобсом. Видим, что у нас выполняется 4 процесса слип. Мы можем, например, сказать kill all. То есть то было у нас просто kill завершение какого-то процесса. А мы можем сказать kill all, то есть завершить все процессы с именем слип. Это может быть полезно, если у нас есть какой-то повисший сервис на сервере, который может быть запущен от нескольких пользователей. То есть вообще, если мы выполняем эту команду kill all, вот как сейчас мы ее выполняем. Kill all я написал одну буковку L в слове kill. И вы видите, 4 процесса завершено. То у меня будут завершены только процессы моего пользователя. То есть он обладает полномочиями завершить только свои процессы. Если я выполню эту команду от рута, то она завершит процесс слип в принципе для всех пользователей в системе. То есть если мы от рута скажем, например, kill all Firefox, то у всех пользователей, которые сидят в данном моменте на сервере, остановится firewall. Давайте еще немножечко повозимся. Мы убили все процессы со слипом, поэтому создадим заново еще раз один. И, например, скажем exit. То есть выйти из терминала. Из терминала мы вышли. Возвращаемся обратно в терминал. И говорим PES, опять AUX. Посмотрим, где у нас этот слип. Grab sleep. И видим, вот он. Хоть мы и вышли из терминала, у нас сейчас все вот эти вот процессы остались. Они работают. При этом, если мы выполним команду jobs, мы видим то, что job у нас никакой не выполняется. Никакой работы нет. При том, что процесс слип, вот он запущен, мы его видим. Дело в том, что у нас при выходе из консоли команда jobs показывает только те процессы, которые у нас запущены в текущей консоли. Соответственно, если мы захотим его убить, нам опять нужно будет грохать его килом. Есть еще такой небольшой тонкий момент. Когда мы с вами запускаем процесс, любые процессы, background, активный режим, любой режим, при завершении сессии наши процессы завершаются. То есть, если мы с вами подключены через SSH, допустим, по удаленке к серверу, через пути или еще через что-нибудь, при завершении сессии все запущенные нами процессы прервутся. То есть, если мы запустим какой-нибудь процесс обновления системы, после чего действительно завершим сессию, нужно нам для чего-то ее завершить, процесс обновления прервется. Чтобы у нас процессы не завершались при выходе из системы пользователя, есть команда nohub. Допустим, nohub, sleep, 1000, там, амперсант. И он пишет то, что теперь у него ввод игнорируется, и вывод добавляется в nohub. То есть, эта команда позволяет нам заменить вывод, во-первых, из вывода на стандартный наш вывод в наш терминал, на вывод в файл. И при этом, как бы, команда будет выполняться, пока запущена сама операционная система, вне зависимости от наличия пользователя в системе, который эту команду запустил. Тут есть очень много нюансов. Например, если запускать слипы и без nohub, мы можем сколько угодно вылогиниваться, логиниться обратно, слипы там будут оставаться. И многие процессы, на самом деле, будут оставаться в современную Ubuntu. Но теоретически вам нужно знать, что если вы хотите запустить процесс так, чтобы он гарантированно остался работать после выхода из системы, нужно использовать nohub. Давайте теперь посмотрим. Команда есть. Мы с вами смотрели PS с ключом AUX. PS нам дает, напоминая вот эту команду, снэпшот процессов на данный момент времени. А есть команда PS3. Команда PS3 показывает нам иерархически все наши процессы. То есть она показывает, что у нас есть родительский процесс init. Помните, мы его как-то с вами проходили в одной из первых занятий процесса инциализации системы, который запускает огромное количество дочерних процессов. В частности, например, Network Manager, менеджер сети. Который, в свою очередь, запускает клиент DHCP, DNS Mask и так далее. И вот такое вот дерево процессов. То есть мы можем отсюда при помощи этой команды посмотреть на все дерево процессов. Есть еще интересная команда по просмотру процессов. Это команда PGREP. Сама по себе она нам ничего не дает. Это команда PGREP. Вот она такая, потому что ей нужно писать ключи. Она идет в паре обычно с командой PKILL. Вот у нас здесь и написано, что PGREP и PKILL позволяют нам найти и послать сигнал процессу по каким-то атрибутам. Например, мы можем сказать PGREP. То есть найди нам активные процессы в системе и выдай их в идентификаторы. Например, по имени SLEEP. У нас же SLEEP с вами были запущены. Если мы просто так ее выполним, нам показывают просто ID этих процессов. Если мы скажем ей ключ минус L, она нам еще и продемонстрирует имена процессов. У нее много различных ключей. Можно, например, сказать ей запусти, то есть покажи нам, пожалуйста, все процессы пользователя моего, например. И она покажет нам все эти процессы. А команда PKILL позволяет нам убить, собственно, все эти процессы. Например, по имени. То есть PKILL все SLEEPы. И вот она завершает нам наш SLEEP. Если мы сейчас снова попробуем найти наши SLEEPы, их вот вы видите больше нет. На самом деле, на практике мы чаще всего пользуемся командой TOP. TOP это такой диспетчер задач. Он хорош тем, что он показывает состояние у нас системы в реальном времени. По умолчанию сортирует по загрузке процессора. Он все процессы. Мы можем набрать здесь клавишу H, HELP. И тогда увидим, сколько у него есть возможностей. Огромное количество он может делать задач вообще. В принципе, мы сейчас с вами попробуем, например, поменять сортировку. Вот эти вот значки. Нажимая клавишу Q, возвращаюсь я вот в систему и нажимаю значок больше. И теперь у меня сортируется все по загрузке оперативки. Меньше. Снова по процессу. То есть больше и меньше мы можем видеть, по какому столбцу у нас сортируется в данный момент загрузка системы. Мы можем... Давайте я снова сделаю по оперативке. И скажу, например, то, что я хочу убить процесс. То есть это такой же диспетчер задач, как в Windows в нашем родном. Набираю я клавишу K, нажимаю. И наверху у меня появляется, видите, надпись. Введите ID-шник процесса, чтобы убить его. Давайте убьем, например, вот наутилус. Наутилус это у нас проводник Ubuntu. Вот у него вот такой вот PIT. 12319. Давайте завершим вот этот процесс. По умолчанию, вы видите, он берет тот процесс, который находится на самом верху. То есть по умолчанию он нам сразу предлагает убить самую загружающую систему процесс. Если у нас вдруг что-то висит, это очень удобно. Но мы выбираем завершить процесс наутилуса. И тут он нас спрашивает, послать вот этому процессу, нашему 12319, какой сигнал. И видите, по умолчанию есть сигнал такой 15 или SIG-терм. Это SIG-терм, сигнал завершения работы, стандартный сигнал 15, который просто мягко просит процесс завершить свою работу. То есть если по умолчанию мы оставляем 15, давайте их напишем, эти 15, у нас наутилус сейчас спокойненько завершит свою работу. То есть мягко-мягко, вот он исчез. Соответственно, мы можем, давайте снова я его запущу, чтобы он здесь появился. Вот у нас проводничок наш. Закрываю его. Вот он вернулся наутилус. Можем сказать, что мы снова хотим его убить. У него ID-шник теперь 12709. 12709. И в этот раз я вам расскажу, что есть еще такой сигнал SIG-KILL. Если тот был SIG-терм, завершение работает, то это такое убийство процесса жесткое. Номер у него 9. Это сигнал, если его послать, он жестко остановит этот процесс, наплевав на те процессы, которые зависят от него и на те процессы, от которых зависит он. То есть он грубо его выкручил. Нажимаю я 9. Ну, в случае наутилус тут как бы ничего страшного, он просто вот опять исчез у нас отсюда. Вернем его для порядка. Вот он вернулся. Прекрасно. Давайте выйдем из нашего диспетчера задач. Очень хороший, на практике будем им часто пользоваться. Есть еще прекрасная команда Uptime. Uptime, которая нам показывает, как долго у нас запущена система. Сам по себе этот параметр, конечно, нам особенно много ничего не дает. Ну, то есть, понятно, если мы получили в какое-то пользование сервера, нам передают сервера, мы запускаем команду Uptime, мы видим, что они работают там 3 года без перерыва. Тут, конечно, дело дрянь. Система не обновлялась, не перезагружалась. Все было, скорее всего, плохо. Но важнее нам вот эти вот знать цифры. То есть команда Uptime, помимо того, что она показывает, что система у нас запущена последние 50 минут, и в ней работают два пользователя, она еще говорит нам вот эту вот загрузку. Это очень интересные цифры. Это общая загрузка системы. Можно глянуть в нете, какая формула их высчитывает. То есть тут суммарная загрузка системы. Жесткие диски, оперативка, там загрузка по сети, процессор и так далее сложная достаточно. Но первая цифра – это загрузка в последнюю минуту. Вторая цифра – это загрузка в последние 5 минут. И третья цифра – это загрузка в последние 15 минут. У меня, вы видите, ровненькие цифры. То есть система, в принципе, спокойно, плавно загружена. Если вы видите, что, допустим, последнюю минуту система дико висит, или последние 5 минут, то, скорее всего, дело дрянь. и что-то происходит не так то есть это очень важная циферка и по ней важные три цифры по ним очень можно удобно отслеживать состояние системы есть еще хорошая команда free которая показывает нам количество свободной используемой памяти в системе причем под памятью здесь точно так же как в диспетчере задач windows у нас понимается и оперативка и файл подкачки но windows это файл подкачки в линуксе это раздел подкачки сват то есть вот мы видим у меня 2 гига вот сколько у меня занято вот сколько у меня свободный так далее точно также по файлу подкачки по булку по разделу подкачки я все-таки виндовый тренер поэтому у меня лексикон виндовый скорее так вот свап разделы мы с вами будем еще проходить разбиение дисков дальше свап раздел это раздел который используется для нужд системы если ей не хватает оперативки то есть на жестком диске отдельное место которое используется как оперативка само собой жесткий диск намного медленнее, чем оперативка, поэтому по умолчанию сначала у нас забивается оперативка, а потом все идет в свап. Но это мы с вами будем еще проходить. И напоследок моя любимая команда, команда Screen. По умолчанию эта команда у нас есть не во всех дистрибутивах. В Ubuntu и в Debi не кажется ее у нас нет, ее приходится устанавливать отдельно, я ее только что установил. Это команда, которая позволяет нам создать такой а-ля оконный менеджер. Это очень удобно было раньше, когда мы подключались через SSH при помощи какой-нибудь программы по удаленному рабочему столу и хотели иметь несколько окон. То есть в рамках одной сессии иметь несколько открытых окон в пределах одного терминала. Понятно то, что современные у нас PuTi, Kitsi и прочие программы при работе с Linux позволяют открыть сколько угодно вкладок и работать с них параллельно. Тем не менее команда Screen осталась и мы можем до сих пор ей пользоваться. Давайте покажу я, как она работает. Напишу я Screen. и эта команда у нас сразу открывает как бы новый отдельный экран. При этом мы остаемся в рамках одного и того же терминала. И сейчас я нахожусь в этом скрине и пишу Ping, например, Яндекса. Запускаю процесс связи с Яндексом проверки. Нажимаю, пошел Ping. Сейчас я нахожусь в скрине. Я это знаю, поэтому я могу нажать сочетание клавиш Ctrl-A. После чего нажать клавишу D. И выходит такое сообщение. Detached, From и IDPIT процесса нашего и дистрибутив моей Ubuntu. Ctrl-A, когда мы находимся в окне, в скрине, позволяет нам находиться в рабочем режиме. А клавиша D, там есть очень много разных клавиш, разных команд, клавиша D позволяет свернуть текущий скрин. Теперь я могу закрывать терминал, влогиниваться из консоли, делать все, что угодно. У меня этот процесс, запущенный в скрине, будет работать. Для того, чтобы вернуться к скрину, то есть я сейчас могу здесь выполнять какие угодно команды, для того, чтобы вернуться к скрину, у меня есть команда screen-r, restore, восстановить скрин. И вижу то, что вот я нахожусь здесь, в моем, собственно, Яндексе. Снова нажму Ctrl-A, D. Давайте я еще раз верну свой скрин. Нажму Ctrl-C, останавливаю пинг, но при этом я остаюсь как бы в запущенном скрине. Это все происходит в скрине, и скрин у меня будет даже с остановленным пингом. Это отдельная кошка. Чтобы завершить скрин, я выполняю команду exit. И видите, наверху пишет то, что screen is terminating. Я вышел из скрина. Если нам нужно запустить всего лишь одну программу, параллельно, то же самое обновление системы, какой-нибудь скрипт, нам достаточно знать от этой команды screen. Но если мы хотим запустить несколько таких команд, то мы должны для каждого скрина создать свой псевдоним. То есть мы можем сказать screen минус S, такой вот ключ, и назовем, допустим, Яндекс наш скрин, имя скрина, ping, я, ru. Вот мой первый с ping будет идти. Ctrl-A, D. И то же самое, только скажем не Яндекс, а Rambler, которым, как мне кажется, уже тысячу лет никто не пользуется, но тем не менее, он зато имеет короткое имя, такое же, как и Яндекс, R0, ru. Точно так же, Ctrl-A, D. И теперь я могу посмотреть запущенные скрины, командой screen минус S, лист, перечень. И вижу то, что у меня есть два таких вот скрина, detached, отсоединенные от моей текущей консоли, то есть они где-то отдельно там в воздухе болтаются. И теперь, если я хочу попасть в какой-нибудь из них, я пишу screen минус R, и теперь имя моего скрина, например, Яндекс. И вот я нахожусь в своем, собственно, скрине. Проделали мы с вами хорошую работу, разобрались с процессами, мы с вами смогли понять, как у нас процессы могут работать в фоновом режиме и в реальном режиме, как перегонять их туда-сюда. Это частенько используется. Мы с вами разобрались с командами, которые нам помогают отобразить процессы в данный момент времени, показать иерархию процессов, отсортировать эти процессы. Разобрались с тем, как процессы можно завершать, принудительно, непринудительно. Узнали, что такое SIG-Therm и SIG-KILL. Кроме того, есть даже отдельная команда PS-KILL, которая по определенным критериям отбирает все процессы и убивает их. И мы с вами посмотрели на диспетчер задач в линуксовой, посмотрели на команду FREE, которая показывает загрузку оперативки. Узнали о такой важной команде, как Uptime, которая показывает нам время загрузки системы и показывает три цифры, насколько у нас система была загружена в последнее время. После чего познакомились с таким же немножко устаревшим понятием, как отдельные окошки с запуском каких-то процессов. Спасибо, что смотрели. Половину занятий мы уже с вами прошли. Осталось немного держитесь.